Какие стратегии могли бы усовершенствовать эту территорию? Я нашел ответ на этот вопрос, с этим достижением я сейчас отсюда уйду. Мне кажется, что совершенно необходимо сделать ревизию мастер-плана Остоженки сегодня. Но именно уже на сегодняшнем уровне понимания, что это междисциплинарный проект, собрать новую статистику, понять, кто там живет, не живет. Вы сделали вещь, которая прожила сколько-то, но нет городов, которые живет по одному мастер-плану, скажем, там долго. Но я имею в виду исследования, которые можно сделать силами волонтеров и студентов. И это абсолютно необходимо для того, чтобы понять историю этого места, еще раз перенанести его на карту и подвести какой-то итог. И это вопрос для интернатуры даже. Да. Сделать, взять несколько интернов, которым интересно провернуть этот фарш обратно и посмотреть, что это такое. И все-таки сказать, что это за место сегодня. Это было бы просто полезно, потому что... Давай не будем ждать, подождем. Так мы будем ждать сколько угодно. А я объясню, почему. Потому что, когда придут молодые люди и будут смотреть на это все, у них не будет никакой совершенно ностальгии, не будет никакой системы ценностей. Они... Вы должны умереть. Да. Я хотел... Я просто хотел сказать, что... Это ведь хорошая идея. Те люди, которые будут пересматривать это все, они, конечно, на это все по-другому посмотрят. И как они посмотрят, мы совершенно не знаем. Мы не знаем, что будет, например, в 2050 году. Эта территория городу понадобится, может быть, для чего-то другого. Или они ее просто закатают просто в газон и сделают здесь парк. Ну, зарядка. Совершенно верно. Просто сказать, ребята, здесь эти все ценности нам не нужны. Нам... В городе легкие нужны. Дышать нечем. Ну, как зарядить. Мы сейчас здесь построим там три небоскреба и все закатаем парком. Парком, да. И, может быть, с их точки зрения, да, это будет... Я не как архитектор, я просто как участник этого круглого стола. На самом деле это какое-то значимое событие, которое нельзя оценивать в терминах успех или не успех, там, повезло ему или не повезло. Тут что-то произошло. Ну, скажите, так, знаете, что-то произошло. И что-то происходило с вашим участием. Мне кажется, вашему бюро это было бы просто интересно и полезно. Ну, как минимум. А можно объективно посмотреть. Тут же есть какие-то цифры, документы, количество людей. Да, да. И это интересно именно потому, что эта территория, она входит в историю, как территорию, на которую архитекторы обращали особенное внимание, как на район. История российской архитектуры есть. Есть бюро, которое называется «Как территория». И оно продолжает это делать. Ну, то есть, есть какой-то цикл 30-летний. Потом еще раз на это посмотрели, и из этого родилось какое-то знание. То есть, сам этот опыт является объектом исследования? Конечно. А больше ничего и не нужно. Ну, хотя бы это... Вот то, чем мы сейчас занимаемся, мы пытаемся рефлексировать этот опыт. Спасибо большое. Спасибо. Была очень бурная дискуссия 10 лет назад. По Остоженке. По Остоженке, да. Просто все говорили, что это мертвая территория, это золотая миля, там никто не живет, и вообще архитекторы глупые. Ужасно все раздражало. Потому что, во-первых, никто не слушал нашего мнения, никто не интересовался ни вами, ни нами. А почему, а что, из-за чего, да, в общем, никто и не пытался разобраться. На самом деле, я считаю, что с точки зрения строительства, или там, воссоздания, или жизни, жизни старого города по новым законам, мне кажется, что это практически почти образцово-показательное такое... В наших условиях, да, лучше нет. Почти образцово-показательное территория, которая максимально, максимально перелицевалась, да, заменилась старую архитектуру на новую. Но при этом, облик изменился, но все равно ощущение, что ты находишься в историческом городе, за счет материалов, за счет масштаба, за счет хорошей архитектуры, за счет сохранившейся пропорции переулков, там их кривизны, геометрии, вот этой всей средневековости, которой нам не хватает в Москве, вот эти, с этими, с гигантскими проспектами, и даже, в общем, другого района такого. Ну, может быть, там на Таганке немножко, может быть, на Покровке где-то, вот несколько таких кусочков московских территорий, но там гораздо все хуже, потому что там очень много плохой архитектуры современной, там гигантских масштабов, какие-то сундуки. Ну, вообще, такой феномен, он все-таки произошел вот именно ретро-развитие. Ретро-развитие. Ретро-развитие, да, то есть то, что... Место не потеряло уникальность в результате. Какие-то просто перекрыли. Так, территория, это территория изначально уникальна, и слава Богу, что это качество и осталось, потому что география, там, геометрия река, там, монастырь, храм Христа Спасителя, вот это все, все, там, Кекушев, ну, короче, все, что вот есть, оно не отвалилось. То есть в результате вот этой реконструкции не потерялось в новом. Помирали, не митий Коксев. Вот, как бы, основываясь на таком единичном модуле, там о владении, вот, как, она не потеряла этой гибкости развития, разнообразности, вот, вот пути, вероятности пути развития, поэтому... Не перекрыты к нам. Не перекрыты, да. То есть она не приобрела, может быть, крупных городских ансамблей в силу своей крайности. Как раз и вредно было. Но именно это ее особенность. Масштаб владений говорит о том, что эта живая клетка, как бы, способна регенерировать. Сохранили живую клетку. И это самый главный, как бы, вот, момент в этом районе. Мы поняли, что спроектировать улицу куда интереснее, чем отдельный объект. А здесь столько улиц, и они все, вот, как бы, заново спроектированы. Но, поскольку они следуют старому следу, это обогащает. Это дало, как бы, новую жизнь тому, что здесь не потеряно. Именно вот геометрия этих улиц, прежде всего. На взгляд каждого из вас, какие стратегии позволят этой территории двинуть ее дальше? Какие стратегии развития? Это вопрос несколько раз касались, подходили к этому вопросу. Да, с разных сторон. Почему? Ну, во-первых, ее характеристика как периферийная. С одной стороны, очень уникальная. Это коллекция очень разнообразных сред. Тут серьезный рельеф, прямо такой, очень крутой. Здесь складка рельефа. Легенда центрового района, ощущение периферийное. Да, легенда центрового района в силу, я говорю, уникальности. И храм Христа, и здесь огромные доходные дома, и монастырь, и там еще и между бульварным и садовым кольцом. Все прекрасно. Но есть ощущение, что что-то здесь не работает. Мне кажется, что ключом к этому является набережная Москва-река. С одной стороны, это огромное преимущество, близость к реке. С другой стороны, всегда у реки затухает активность. Во-первых, потому что это половина улицы, не как Остоженка, а только одна часть. Второе, это все-таки городская магистраль, которая всегда была очень шумной, и ей на пользу пошло сечение на несколько перекрызков. Она успокоилась, там где-то по возможности расширился тротуар, и возникли зачатки общественной жизни. Даже опять деревья появились, и какое-то освещение. Я даже несколько фотографий сделал утром, когда много людей идет по этой набережной к этому бывшему техникуму. А это на минуточку уже не техникум, а Ранхикс. И здесь вообще совершенно другие возникают магниты на этой набережной. Так вот, когда включится магнит, достаточно активная цепочка магнитов на набережной. То есть нужно создавать магниты на набережной? Для любого тока всегда нужен полюс. Плюс, минус, должен быть потенциал. Потенциал есть на Остоженке. Это всегда отстающая была территория. Усилиями в том числе архитекторов. Сережа построил здесь очень дорогой дом с видом на Кремль. Здесь еще есть дома разного качества тоже. В прекрасной визуальной связи с Кремлем. Напротив развивается набережная. То есть у набережной есть потенциал, но в нем не хватает тех аттракторов, которые бы позволили этому движению. Значит, твоя стратегия городские аттракторы... Я их не предлагаю. Я не хочу их навязывать. Но когда они возникнут, естественным путем возникнет ток. И тогда путешествие за Остоженки на набережной... Значит, твоя стратегия ждать естественного возникновения аттракторов. Я не могу... Ну давайте мы все соберемся, откроем здесь ресторан. Это будет очень хорошая идея для того, чтобы притащить людей с Остоженки в наш ресторан. Коробина будет у нас. Да, хостес. Да. Нет, я про другое. Остальное очень важно, это то, что ты сказал, Юра, исследование. Потому что надо все-таки понять, что произошло. Мы сейчас сделали экспресс-исследование. Просто сам потенциал поселка... Поселка, это было... Горь. Поприду. Оговорка. Оговорка района между Бульварным и Садовым кольцом. Просто в двух шагах от Кремля. Это уже хорошее родословное для того, чтобы у него было будущее. Ну хорошо, ответ зачитывается. Валера, какие стратегии... Я по-прежнему говорю, да, что не все еще случилось здесь, что может случиться. Оно случится. Ну то есть это вопрос к судьбе или вопрос к какой-то... Нет, не к судьбе, это к жизни. Валера, делал, делал. Это громадный объект, который может перетянуть на себя очень много чего. Стратегия Нострадама. То, что на той стороне, весь этот дом художника, намежная, который там все развелось еще не до конца, музеон, там все эти дела, да, там гигантская территория... Воспринимается как другой мир. Абсолютно. Который не любит этому вообще никакого. Именно поэтому вот здесь появится пешеходный мост. Заживет новая жизнь. Вот эта вот связь абсолютно. Да, и этот пешеходный мост был... Но они, с другой стороны, говорят, служу в архистии. Это бесполезно. Там была бы Белегородская плотина, след всегда остается. Кстати, вот это стратегия. Это стратегия, конечно. На самом деле, я могу тут продолжить, можно говорить о том, что если усилится какая-то воля города, и город сможет определять какие-то сценарии, возможно, снова там как-то можно говорить об этих связях. Они еще не до конца заросли. И, в принципе, что-то можно... Ну, здесь есть характерный... Вот этот разрыв остался, да. Вы настаиваете на том, что нужно пешеходные связи проработать и добиться того, чтобы они стали связями. Может, где-то этот вопрос не имеет отношения, что их достаточно. Вот реально достаточно. Улиц достаточно. Там вот не в этом направлении важно. Здесь интересно вот именно вот так ходить, а не прямо. В смысле дворами? Да, да. Нет, дворами, переулками. Переулками. Как бы более длинного маршрута, чем могло бы быть, но в этом интерес и есть, собственно говоря. Обратите внимание, здесь нет ни одного перекрестка. Здесь все Т-образные. И вот этот З-образный путь, он действительно очень интересен. Ну, с другой стороны, любопытно, кстати, вот на примере вот этого вот нашего дома с общественными, там, с торговыми первыми этажами. Он живет не очень активно. И, в общем, они уже прошло там три, сколько там, наверное, пять. Вот как он построен, арендаторы все время меняются, и часть не продана. Это, в общем, сигнал к тому, что действительно сюда эта активность не дошла. В какой-то момент мы думали, что здесь надо запрятать транспорт под набережную. Сделать набережную пешеходной в чистом виде. Хорошую, да. Мы когда, кстати, проектировали эту штуку, и когда вот эту рисовали, здесь же предполагалась вторая набережная. Это готовился проект для показа Лужкова, для того, чтобы все здания по набережной подсоединить. Мало того, значит, туда вот, где баски, где общественные, да, сделать их кошекозный, транспорт впустить вот рядом. По консоли, где полосы, да, с развязками. И вот одно место, по-моему, здесь, второе там должно было быть, где-то здесь для выезда. Потому что у Кремля, кто не дал бы, это было очень хорошая история, но это совсем будущее. Ну, конечно. Я бы отметил масштаб более локального характера, рекреационного характера, да, характера благоустройства. Это все-таки, может быть, где-то удастся с течением времени прокурорять те зеленые бульвары и маршруты, которые были в нашем первом проекте заложены, которые вот в поперечном управлении пронизывали вот эту территорию. Пешеходные маршруты через арки, через какие-то, да, вот эти вот капилляры зеленые такие. Они вот для прогулок с собачкой, вечерних прогулок с собачкой, для того, чтобы жизнь имела слоистости. По времени слоистости и по направлению слоистости. Та проблема очевидная, с которой столкнулись жители района, это то, что риэлторы представили как золотую милю, очень зеленый район, а когда люди приезжают покупать квартиры, они видят, что, допустим, зелени мало реально, вот мало. Надо решать эту проблему, надо составить некую какую-то все-таки экологическую карту автоженки, на будущее, конечно. Если все-таки есть какие-то возможности где-то что-то за счет города выкупить, сломать и освободить это место для зеленых каких-то артерий, каких-то там маленьких бульваров или каких-то маленьких скверов, или, например, вместо этого там снести и построить в этом месте просто действительно маленький сквер, парк, или где-то еще там попытаться где-то там, в общем, здесь нормально, но сделать вот эти связи, сделать вот эту продуваемость этой территории. Второй момент. Мне кажется, что здесь нужна некая культурная такая фиксация самых удачных каких-то архитектурных произведений. Ну, не разрешать их, не знаю, там, к сносу, ну, в общем, некая основа для того, чтобы они потом стали памятниками архитектуры. Ну, в том числе, объекты современной архитектуры. Ну, я про их... Реставрации теми же материалами. Нет, ну, здесь есть, я думаю, что десятка-два зданий, которые, ну, стоит сохранить для истории. Не говорю про историю, про реставерские здания, да, потому что вот когда начнется вторая волна, вот как пошло, да, то есть есть вещи, которые, например, там, ну, вот, мне кажется, нельзя сносить этот банк. Ну, это будет тормозом для развития. Почему? Потому что вот взяли в Африке какое-то, это самое, поселение историческое, объявили памятниками ЮНЕСКО, они так могли развивать его, пристраивать там патрики, армировать, пристраивать новую... Хватит башня, а так, второе, я бы, значит, категорически просто ввел бы на эту территорию вот этот вот высотный и плотностной регламент для того, чтобы просто не уничтожить эту идентичность. Чтобы в дальнейшем, в дальнейшем, да. То есть ты не хочешь здесь уклонять, ты в других местах. На эту территорию надо нанести какой-то охранный статус по плотностям, по регламентам и так далее. Каждый из вас с этой территорией связан многими годами, к каким-то особым отношениям. Можно сказать, что вы уже часть этой территории, а эта территория часть, огромная часть вашей жизни. Есть ли какие-то ожидания у кого-то? У меня есть ожидания. Ну, поделись. Хотел бы сделать больше на этой территории, чем я сделал. Я бы хотел бы, я даже не знаю, как это назвать, я бы хотел бы, это какой-то такой... Пожалуйста, или Юра, или вы, или там, или я. Вот больше никто, пожалуйста. Я объясню, почему. Потому что, ну, есть элемент доверия и понимания, что будет хороший проект. Это, может быть, не было мечтой, но мы это не только допускали. Мы об этом думали, что эта территория должна осваиваться лучшими, да, вот... Таким клубом архитектургом. Да, хорошим клубом. Кстати, эта мечта, между прочим, это не мечта, а такой регламент существует, он негласен, но он существует в очень многих городах. Если говорить о мечте, это мечта. А, Андрюш, а твой прогноз или ожидания? Ну, это ностальгия, или там романтика, или даже сентиментальность, да, что ты идешь по переулку, все-таки там встречаешь людей, и там есть какой-то свет, и они просто пустота, и какое-то уныние. И мне кажется, что эта часть городской жизни, вот, почему-то в нашей памяти, знаешь, часто бывают в детстве такие воспоминания, что ты идешь по городу, и это, впереди у тебя счастье. Знаешь, когда там есть, там горит свет. Вот здесь торгово нет, ощущения. Пока этого нет. Ощущения счастья здесь пока нет. Мои ожидания, это все-таки поднятие градуса вот этой жизни, ну, городской, которую здесь возникнет. А я хочу сказать, что этот район развивался так или иначе, там, до 2014 года, как мог, да, так вся Москва развивалась на протяжении, там, нескольких сотен лет, да, потом вдруг на 70 лет все замерло. Прошло всего, всего 15 лет, на самом деле, воплощения этой программы. Это очень юное место. И надо думать, что ему можно простить некоторые недозрелости. Территория проблемная, но, вообще говоря, вспомним, что это самый успешный пример в Москве, а, значит, в стране, потому что вся страна равняется на Москву, а в Москве ничего успешнее мы не найдем. Вот при всех... И целостнее, в общем. И целостнее, и того, что, да, в общем-то, ну, появились здесь некоторые тромбы в этой карминозной, но они не наросли. Наряду с тем, чтобы какие-то регламентные куски зафиксировать как историю, поскольку это уникальный эксперимент. Как хрущевки бы хорошо такое оставить, квартал, или еще какой-то фрагмент. Потому что город слоист во времени, да, то есть каждое время должно оставлять свои... Как жалко, что национальности снесли. Это как книга с множеством страниц. Поэтому здесь я бы одновременно с этим, я бы, наоборот, открыл поворот для молодых команд высокого, как бы, качества и уровня архитектуры. Но мне кажется, это рынок должен сделать, архитектурный рынок. И стабильное экономическое развитие вообще страны, приток денег, приток денег обеспечит повышение качества строительства здесь, эстетики, да. Я благодарю всех вместе и каждого по отдельности. Может быть, мы ничего нового не сформулировали, но надеюсь, что вот людям, которые будут это смотреть, станет понятнее про эту территорию. И, может быть, они на нее посмотрят как-то под другим углом, да. И, может быть, те социальные заказы, которых мы ждем, социальные заказы, они же, ну, назревают-то в обществе, может быть, что-то и в этом смысле будет полезное. Что-то мне подсказывает, что и у всех присутствующих еще много чего впереди. Спасибо.